Алена Косторная в Хрустальном. Прям сюжет мультика «Возвращение блудного попугая». Этери Георгиевна, как мальчик Вовка, простила непутевого кешку. Сюжет, показанный Первым каналом, вместил в себя все мемы прошедшего сезона. Тут была обыграна фраза Алены «Зато я теперь улыбаюсь». Напомню, что Алена говорила, что ее обижали в Хрустальном, заставляли тренироваться, а в новой школе она хоть улыбается. Теперь Алена сказала, улыбаться я, может, и больше стала, но только не там, где надо. И про выступление на Кубке России было сказано. Шестое место на финале Кубка России – это не то, что ты что-то делаешь не так, а у тебя все в жизни не так. И про свою гордыню. Надо идти извиняться, смирять свою гордыню и просить прощения. Болельщики увидели Алену, похожую на фигуристку Тутберицы. Вот что волшебный воздух Хрустального делает. Приходите на наш телеграм-канал, ссылка в описании, там больше материалов и обсуждений. Этерия Георгиевна дала два месяца, чтобы Алена доказала желание тренироваться на ее условиях и вернула тройной аксель. Этерия Георгиевна. Она должна войти в наш процесс без каких-то дополнительных выходных, без каких-то там условий. Что кто-то мешает на льду или что много человек на льду, это, наверное, нам решать. У Косторной характер будь здоров, не сомневаюсь, что Алена зубами выгрозит себе место в команде. Немного тревожна за Аню Щербакову, ведь именно она занимает теперь место примы единолично и безраздельно. И невольно является объектом конкуренции для Алены. А для устранения соперников могут идти в ход разные методы. И в большом спорте немало примеров. Анечка, держись. А теперь дарим вам море молодежи. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»